всем привет мои хорошие кто заглянул на мой канал решила начать новый влог не знаю совершенно нету видео в запасе чтобы выставлять на канал такого у меня уже не было давно обычно я снимаю много всяких разных короче в общем то начинаю влог с завтрака как в былые времена у меня такой относительно ппшный завтрак котлетка яйцо бутер с сыром помидорки сок кофе и вот такую вот пироженку сейчас буду есть кокосовое райское наслаждение безумно вкусно просто не за мне уже слюни потекли такая прямо на сочная кокосовая одновременно на такая жирненькая и такая сладкая но не приторная и такая воздушная в общем тут все одновременно сделалось как мне нужно сплелось воедино так что нужно сегодня еще съездить за такими пироженками просто находка вот так что буду кушать приятного мне аппетита приятного аппетита вам если вы кушаете и не знаю что я буду снимать в этом влоге еще но что-нибудь наснимая так что всем желаю приятного просмотра случайно наткнулась на вот такие вот печеньки кокосовые но почему-то написано что это макароны макаруны до макаруны но пирожные эти французские я кстати да до сих пор их не попробовала ну хоть у нас продаются не знаю почему и все время собираюсь но надо надо в общем попробовать эти макарунчики красивые короче что-то у меня все кокосовое последнее время спрей скупаю кокосовые крема маски для волос кокосовые у меня кокосовое на вождение я как-то делала сама печеньки кокосовые кстати даже ппшные получаются очень простые там вообще по моему кокосовая стружка смешивается с яйцом что ли что-то такое и запекаются они такие хрустящие чисто кокосовый вкусный но и конечно без сахара то есть они полезные вот эти конечно же с сахаром я даже боюсь смотреть сколько в составе сахара короче не знаю что это за бренд что такое произведено в бельгии написано стоило вообще не дорого и как же это вкусно в общем поедем сегодня мне нужно купить такое в запас обязательно так что сейчас на завтрак одну обязательно съем девочки так я выгляжу с утра дома я вообще все время ношу хвостик убираю волосы от лица у меня утро за окном прекрасная погода весна сегодня обещают 20 градусов я еще толком так не наносила никакие уходы но кое-какой кремчик нанесла такой легкий активно сейчас хочу позаканчивать все все крема какие-то для глаз вообще для всего ну кроме кремов для рук потому что все таки их как-то на зиму некоторые оставлю вот что хотел сказать а вот что я хотела показать мне посоветовали в комментариях привет вам анна спасибо за совет вообще люблю всякие советы на самом деле ну дельные конечно да короче никотиновая кислота для волос я буду использовать это для бровей так как волосы ну я не отращу у меня короткая стрижка мне это не нужно в общем так и купила вот такую штуку на самом деле очень даже недорого здесь ну если для бровей то очень много потому что не хватит этого для волос не знаю насколько хватает в общем все прочитала не нужно уже ни с чем смешивать уже готовая какая-то такая субстанция внутри буду пробовать купила наверное в аптеке где-нибудь продается у нас в аптеке ничего такого не продается в европе все сложнее в общем то прочитал уже инструкцию ничего особенного просто нанести не смывая использовать один раз в три дня и курс 14 процедур то есть это если один раз три дня но это довольно долго но в принципе посмотрим я не знаю я буду носить это написано что может вызвать покраснение конечно я же не на кожу головы буду носить а на лицо так что в общем может сейчас сначала тест проведу где-нибудь ну и буду маслица тоже наносить свое сейчас его достану вот это вот пока что касторовая сторону отложила хочу не знаю мне почему-то верится вот ну не знаю я верю что что-то да она сделает что-то да поможет в общем буду пытаться результатах вам тоже скажу никогда ничего такого не слышала но это витамин по сути b3 вот никотиновая кислота ниацин здесь на также как витамин b3 в общем кому интересно все это есть в интернете так что как то так если будет какой-то результат положительный или отрицательный и конечно же вам дам знать напишите чем вы пользуетесь чтобы быть густо бравым красавцем красавицы вот так я только соображаем не надо срочно попить кофе и не позавтракать но сначала брови сначала брови привет девчонки давно не показывалась что-то как-то вдохновение нету то ли весна запоздала то ли что короче снимала для вас сейчас видео вот с этим макияжем собиралку не знаю хочу заснять вот этот кусочек для влога на случай если не выложу собиралку ну или на случай просто что вы не любите смотреть собиралки на макияж мой посмотрите и напишите как вам вопреки моей такое последнее время сильной любви я в домашней майке извиняйте если чё вопреки такой моей любви к холодным макияжем холодным теням я в общем то как вы видите сделала супер теплый макияж потому что мне очень хотелось поиграться с палеткой вот этой вот вот в этом wild и именно этот желтый оттенок меня прямо в ней манил сразу скажу что не самое любимое мои в принципе тени шиммеры очень хорошие шиммеры много где хорошие мне кажется шиммеры сделать матовые тоже хорошие пигментированные все но вот что-то что-то все равно не то немножечко потому что я привыкла уже качество revolution и бейдж косметик ну бейдж вообще который именно у меня палетки вообще вне вне конкуренции там просто нет качество хорошее не поймите неправильно но вот я не знаю короче мне понравилось краситься этой палеткой очень ярко получилось напишите вот пошли бы вы в жизни вот куда-нибудь с таким макияжем не знаю стирать не его сейчас или нет вообще какой-то даже немножко осенний как будто бы получается но сейчас глядя в окно знаете у нас куча желтых одуванчиков и все зеленое и он как раз такой у меня желто болотный макияж получился в общем то не знаю как так хотелось хотелось поиграться в этой палетке есть еще один оттенок может быть я сейчас все это сотру и сделаю его он такой более носибельный более жизненные волосы у меня залипают к занавески что меня ужасно раздражает кнопик кнопик чего ты любишь домиках полежать ты чего ах ты ах ты ах ты ах ты ах ты иди дам сейчас ты кого мамку ты кого на мамку а ты чё на мамку заделаешься хулиганка ты хулиганка можешь покусать я знаю вкусная кошечка хулиганская девчушечка ты нельзя мамку кусать мамку кусать нельзя поняла кошка ах ты кошка ах ты кошка ах ты кошечка моя волочка кто это за щечки такие итак девчонки у нас переезд в разгаре невозможно наверное без этого видите упаковка пенопласт от холодильников чайник швабра времен не знаю каких упаковки от кровати которые сейчас собираются круг остатки материалов и матрас который должен лежать 72 часа чтобы полностью выправиться и тут конечно же детские игрушки какие-то потихоньку перевозим и оставшиеся стройматериалы в общем не все так идеально чтобы переехать в чистую квартиру знаете так вот об и вы такие из одной квартиры переехали в другую вот это все это неизбежно неизбежно мыть полы ну я раз 8 наверное мыло сейчас перед тем как постелить матрас еще раз протирала в общем как то так сейчас покажу вам что у меня на кухне на кухне тоже не идеально поставила новый чайник пока что все вот так вот банка с каким-то джином ягоды чипсы как без этого но пока что ничего не висит никаких полок я немножечко разложила посуду в общем все в процессе в таком знаете пылесос вообще имба вещь именно от машинный пылесос потому что в ящиках пропылесосить в глубоких вообще супер классно я вам так чуть-чуть показываю свои личные какие-то архивные видео ну а это коридор дамы и господа да это вещи в том числе парфюмы сумках детские вещи зимние вещи куртки и так далее в общем шкафов пока нет поэтому все как-то в общем вы вместе со мной не знаю откуда лучше смотреть наверное как так не знаю выставлю я это или нет может быть как-то сделаю до и после в общем пока что так в другой комнате там собирается диван кровать из икеи покажу потом расскажу я возможно сейчас будем заниматься сборкой стульев это ножки и где-то должны быть спинки но сначала мне нужно немножечко поесть ягод вот да здесь еще не доделано посудомойка еще не прикрыта в общем в общем как-то так какие первые продукты в моем новом холодильнике покажу фокусируйся вы не поверите это сырники ну мы здесь будем ночевать как бы первый раз клубничка вы уже видели у нас тут мяско из дома помидорки сосиски сгущенка к сырникам и сметанка к сырникам ну и всякие пюрешки знаете быстрого приготовления потому что у нас тут нет пока что особо кастрюль сковородок вот чайник купили и уже хорошо итак просто включила камеру быстренько с вами поболтать вообще у меня тут такой бардак я не знаю я пью свой утренний кофе сегодня у меня просто растворимый какие-то у меня тут деньги я собираюсь идти на ногти через полчаса мне надо еще успеть накрасить так что приготовила денежку так хотела показать мицеллярку не знаю пока что так я добавила света хоть у меня и садится батарейка пока что не скажу что супер в восторге все-таки моя от эволайн сейчас покажу вам так вот это вот эволайн 24 часа с гиалуроником что-то тут короче в общем не знаю пока что ну не знаю к это я просто уже очень сильно привыкла может поэтому мне кажется она немножечко мягче в общем эту пока что тестирую напишите пробовали вы такую или нет вроде как это какая-то новинка с какими-то тремя антиоксидантами кстати я буквально вчера вечером выставила видео где показывала это не знаю когда выйдет этот влог он такой совершенно будет сборной из каких-то разных времен возможно вы заметите по разным моим макияжем и разным ногтям в этом влоге в общем собираю по кусочкам слепила из того что было как говорится в этом видео мне советовали дезодоранты old spice собираюсь приглянуться к ним приглядеться приглянуться приглядеться да спасибо девчонки большое что советуете когда я вот что-то спрашиваю вас также спасибо кто советовал мне парфюмчики на весну мне советовали сигнарину мистериозу желтенькую новенькую я почитала еще я забыла джессика джессику симпсон не по-моему верочка советовала в общем я про все парфюмы читала пока что просто немножечко не до парфюмов но я всегда читаю все ваши комментарии мне очень приятно так парфюм стоит я утром буквально им сегодня пользовалась я пользуюсь им просто уже несколько дней с каждым разом он нравится мне больше мне нравится что он шлейфовый и у меня здесь ужасно пыльное зеркало стоит поэтому я его убрала мне нравится этот шлейф я понимаю что он реально такой прямо весенний даже летний классный я просто влюбляюсь в него мой новый 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 какой-то парфюмерный скажем так запой может быть потому что у меня все ароматы уже перевезены в новую квартиру но не все на самом деле я себе кое-как и оставила я показывала в каком-то видео не знаю тоже выставила его или нет пур бланк у меня стоит но пока что-то рука не тянется потому что все таки вот пур бланка тоже он он очень вкусным приятный но настолько какой-то действительно уже заезженный наверное я еще с юности помню его все его действительно носили хотя у меня никогда его не было но вот знаете нет он вкусный приятный женственный вообще для обычного пользователя не парф маньяка на весну на лето не знаю от мала до велика этот аромат подойдет как говорится но вот тут нет какой-то такой изюминки а вот тут вот она есть знаете здесь очень сильная какая-то фруктовость я даже не знаю какие ноты я ничего здесь не слышу я вообще стараюсь уже меньше копаться в нотах меньше все это разбирать просто просто им наслаждаюсь попробовать если будет возможность может быть не сотки может быть более маленьком объеме они представлены даже не знаю флакон такой здесь нежно-нежно фиолетового оттенка такой матовый флакончик что еще я вам хотела тут показать показать хотела свои любимые очки обожаю теплое время года за то что можно носить очки у меня есть теплые и есть холодные вот эти я покупала на алиэкспресс вообще супер бюджетные у меня целая вообще косметичка с очками но мне нравится только вот эти два в основном но еще в машине какие-то есть такие ходовые и вот эти мои любимые вообще где встречу еще такие обязательно куплю себе запас просто полупрозрачные серые очки чуть-чуть затемнением но мне нравится что они не именно солнечные просто можно даже в пасмурную погоду одеть например с утра ребенка в школу вести времени краситься нет и иногда выглядишь заспанное все такое в общем люблю такие очки за то что их можно носить не именно в жару и в пекло а просто на каждодневной основе показывала тоже вам буквально вчера во вчерашнем видео не знаю это выйдет намного позже скорее всего видео вот этот крем вот everline который из линейки luxury intensely firming я не знаю anti wrinkle против морщин дневной крем короче он мне очень-очень понравился ночь приятно пахнет нежненько и у него идеальная текстура именно на теплое время года может как-нибудь я вам покажу даже в этом видео есть крема очень плотные такие прямо когда наносите такое ощущение что вы резину нанесли иногда такие забивают мне поры но они скорее зимние такие крема есть крема очень такие лайтовые скажем так как водичка знаете как будто бы нанес и кожу мне сразу раз и выпила их а вот этот крем он совершенно не такой и не плотный и не как водичка он вот такой прямо он прямо идеальный пока что мне он просто очень сильно понравился может быть мне надо посмотреть что там еще в этой линейке у них есть и может быть какой-то даже ночной прикуплю либо для глаз ну именно вот чтобы все было что показываю что все было из этой линейки вот этим тоже пока пользуюсь не скажу что какой-то волшебный но в принципе неплохой в принципе такой средничок знаете какой-то с кокосом здесь под глазки кремушек вот не самый удачный ракурс конечно у меня ладно и буду допивать кофе и наверное побегу уже так на днях у меня порвался мой рюкзак прямо вот на соплях грубо говоря держалась лямка я иду и и говорю супругу у меня вот-вот кстати оторвется лямка в эту же секунду она мне отрывается рюкзак падает в общем пришлось резко покупать новый рюкзак давно на него смотрела в нью-йоркере висел-висел я смотрела и там и бежевый есть но бежевый у меня как бы есть я покупала ну мне нужно было именно чтоб черный и бежевый под разную одежду в общем вы меня понимаете не сказать что прямо супер супер мой какой-то любимый маловато вот этот кармашек обычно у меня два телефона влоговые и мой обычный но мне нравится что он такой прямо знаете дутенький мягенький вообще 20 евро всего стоило я какие-то дорогущие рюкзаки себе не покупаю и у меня здесь всяко всячины девчонки салфетки всегда есть у меня в рюкзаке вы не поверите у меня здесь платок я мерзлявая и шея у меня мерзлявая у меня по всем рюкзакам распиханы какие-то платки вдруг я замерзну кошелек у меня совершенно такой обычный маленький косметичка на всякий случай у меня косметички крем под 100 крем для рук косметички у меня на всякий случай мицеллярка вот в таком вот маленьком формате крем для рук еще один от и фраше тик так и помадка у меня здесь блистекс очень вкусная из наборчика была кристиночка мне присылала сахарная слива пахнет просто так что мне хочется парфюм с нотой слива я уже не первый раз это замечаю да но не вся слива в парфюмерии мне нравится вот именно что-то такое сладкое мне нравится гурманское у меня есть какие-то ватные диски отражатель как-то так в общем что у меня еще в рюкзаке орешки это сдачи на самом деле остались а еще у меня здесь какие-то купоны скидочные в магазине можно копить наклейки на вы знаете техник вот этот смег сейчас какая-то компания у нас называется но здесь все вообще дорого я не знаю нереально дорого еще мне здесь куча всяких списков это конкретно связано с переездом там и так далее что еще у меня даже стыдно показывать что у меня еще сухарики у меня еще такие закрытые все время у меня должна какая-то еда потому что у меня дочка все время что-то просит перекусывать что у меня еще здесь крючки мне поверить крючки для карниза в новую квартиру для понятно для чего для занавесок вот купили но так вчера и не повесили потому что не знаю даже почему еще у меня здесь шоколадки такая и сникетс какой-то вот как-то так вот все честно и ключи ключи мы естественно зеркальце ну куда же без зеркала вот все больше резинки для волос это не мои все вот что в моем рюкзаке на самом деле надо порядок навести и вот эти все орехи и сухари выложить так девчонки захотелось много овощей можно сказать первый или даже второй раз в жизни ну наверное второй буду запекать спаржу порезала вот такими и брусочками не знаю прочитала что нужно отрезать сильно жесткие я так и сделала шампиньоны режу всегда крупно потому что они будут запекаться и все равно они в общем мы любим покрупнее это у меня спаржа на дне вот здесь меня картошка вот такими вот штуками и там у меня на дне еще также морковка в общем много овощей сейчас я сюда добавлю маслица оливкового посолю или нет солить я не буду я буду солить перед готовкой я в общем просто подготавливаю запекать буду позже часа через три чтобы в общем не заветрилась картошка не хочу заливать водой хочу добавить маслица может быть кстати добавлю сюда еще сметанки или майонеза не знаю положу сушеный лук такой в гранулах но как бы уже как жареный и также гранулированный чеснок вот не знаю что из этого получится как то так поперчу наверное поперчу все же потом я все это в противень и замешаю если не забуду то вам покажу и к овощам у меня будут тевтели и меня уже стоит духовке вот просто сделала сама фарш на мясорубке и ничего туда вообще не добавляла посолила поперчила она добавила приправу там какую-то приправу добавила тоже добавила лук гранулированный просто слепила такие котлетосы сделала соус буквально там я смешиваю водичку со сметанкой не за иногда кетчуп могу добавить что в холодильнике в общем есть можно ложку майонеза того же добавить ничего в этом страшного не вижу и вот покажу вам эти в тельке а потом может если не забуду засниму как я буду как все будет выглядеть в итоге вообще все началось со спаржи но я решила что и не жарит нужно запекать и потом уже подключились грибы ну и в общем то я решила какие запеченные овощи без картошечки как-то так ну а на обед у меня уже практически неизменно цукини с кусочками ветчины и сегодня добавила еще сыр фета просто потому что он у нас был холодильнике и он как раз солененький я никогда цукини не солю в общем поджарила и бальзамическим кремом еще сверху полила вот так немножко у меня в принципе советую цукини очень кстати помогает именно пищеварению помогает в общем короче это вкусно и полезно а еще я люблю вот такой вот хрен на самом деле очень смешно звучит редиска для лошадей да вот так но это не тот хрен которые едят мужчины с холодцом и так далее это дип соус короче он тут со сливками с чем-то таким в общем он супер нежный супер приятный но это кстати полезно опять таки если в обычном виде хрен вы есть не можете потому что он реально очень острые типа но вот этот можно даже его со сметаной смешивать например там пельмени есть не знаю я вот хочу немножечко сейчас себе положить на краешек можно немножечко вот намазать на хлеб например продается в лидле есть обычный классический а есть именно вот такой с кремом мужу не очень нравится ну то что он любит вообще супер острое там чили перец и так далее так что это для него как игрушка мне нравится мне кажется что есть определенная остринка если у вас есть лидл попробуйте может быть вам тоже такая штучка понравится вот такой вот бренд это их лидловский насколько я понимаю уже раз не знаю постоянно в общем беру очень вкусно советую